Всем привет! Это новости Турция. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции, перевожу основные новости страны, чем здесь интересуются люди, что у нас происходит, на русский язык. Я не профессиональный журналист, я просто блогер, это мой личный блог. Информацию я подбираю, исходя из интересов иностранцев, которых что-то может быть интересовать стране. Обычно это новости социальные, политические, экономические и в общем, чем здесь живет страна, какое мнение у людей на все происходящее. Так что давайте приступим. На данный момент, что произошло у нас вчера, были сильные дожди и река вышла из берегов, там где Хатай, там где было землетрясение, теперь там наводнение. В основном это Шанлы Урфа. У река вышла из берегов, пришла в город, очень сильный поток, смывал машины, они просто плыли, естественно, куча всякой грязи. Не забываем, что зима, вода холодная, размыло дороги, которые были поломаны еще землетрясением, полотна, то есть к ним еще, к ремонту их не успели приступить. А их просто смыло, то есть там даже ремонтировать уже нечего. Смывались мосты различные, именно поток воды, несколько русла рек объединились, и вот эта огромная волна грязи, холодная волна из-за дождей. Ливневки не справлялись в Шанлы Урфа, это следующее будет, в чем претензия людей к мэру города. И, естественно, вот этот поток просто начал все на своем пути сносить. Но при этом в этот поток попали люди, обычно это женщины с детьми, либо пожилые люди, слабые, то есть у кого нет сил, или он не может самостоятельно выбраться, противостоять этой силе природы, силе воды. Таким образом, в городе Шанлы Урфа затопило, не один, естественно, но в одном подземном переходе оказались люди, и до сих пор пока что неизвестно их точное количество. Спасательные работы тут же начались, отправили туда водолазов в костюмах, которые людей вытаскивали. Кто-то, мужчины покрепче сами выплывали, на видео там история одного мужчины в основном указана в Телеграме. Подписывайтесь в инфобоксе, ссылка на Телеграм-канал «Самые свежие и последние актуальные новости Турции», чтобы их быстрее узнавать, чем в моем видео. Кто-то выплывал сам, спасали, но были люди, которые не могли этого сделать. Количество погибших вчера просто из вот этого ливня, дождя, который перерос вот этот поток подтопления города, 13 человек. Пять из них еще были потеряны без вести, до сих пор их еще тела не нашли, неизвестно, где эти люди. Пять человек из 13 погибших, они просто оказались подтоплены в подвале, они не смогли, это семья из пяти человек, они не смогли выбраться, их затопило, они были в подвальном этаже, какая-то там квартира, в общем, по сути, у себя дома они находились. Почему так произошло? Потому что подтопление было внезапным, большого потока вода с мусором, со всеми делами, то есть люди прям повреждались, переломы были. В общем, знаете, ощущение не сель, как бы, да, подтопление, но ощущение, как будто сель лавина, в общем, такая грязная пошла по городу и начала сметать все на своем пути, машины переворачивались, машины оказались на деревьях, они были скинуты, если разрушались, мосты бетонные, представляете, какая сила этого была, люди не могли этому противостоять. И очень быстро поднимался уровень воды, поэтому были подтопления, и люди вот даже не успели своего там квартиры из дома убежать. В обед уже эта история началась с утра, выходил там мэр Шанулурфа к людям, на него накинулись люди с криками, с претензиями, полиция, назовем так, там было в новостях заголовок «спасли», отгородили от людей, засунули в машину, увезли его, потому что люди просто, понимаете, это сама суть этой ситуации, это трагедия, это новая капля в отчаянии людей, они месяц прожили, лишившись многих домов, у кого-то дома остались, ну, поврежденные имущества, у них погибли родственники. И тут вся история с вот этим подтоплением, вы скажете, ну, это же природный катаклизм. Да, но претензия людей в том, что ровно год назад в интернете было куча видео в новостях, как помпезно открывали новые асфальтированные, ремонтированные дороги в Шанулурфа. Уже тогда на отремонтированных дорогах были претензии у людей о том, что ливневки не соответствуют нормам, они не справятся, если будет то, что произошло вчера. И они не справились. То есть неизвестно еще, да, нет заключения какого-то, правильно ли были, скажем так, возведены эти дороги, правильно ли сделаны ливневки, но по факту мы видим, что они не справились. В этом сейчас как бы будут, конечно, разбираться, но вы видите, настроение людей как бы это очень сильно характеризует. Да, ей природные выявления, но именно жертв а-ля 13 человек, еще неизвестно, сколько без вести пропавших, что с ними, этого можно было избежать. Также был снесен палаточный городок людей, пострадавших от землетрясения. Его смыло, там вода где-то была по пояс примерно, да, по городу люди передвигались в воде по пояс, на лодках их спасали. Конечно, были развернуты спасательные работы, отправили борт МЧС турецкого Афада туда, в Шанулурфа, и катер, и машину специальную, и людей, и все, в общем. Были пропалаточный городок, смыло его, и люди, которые пережили смерть близких, трагедию, потеряли дом, потеряли даже вещи, которым удалось спасти с руин развалин в своих домах, их вчера просто смыл. Они вообще опять без ничего остались. Вот такая ситуация. Будем за этим следить, в телеграме будут появляться новости, все, что у нас будет происходить по этой теме. Буквально в субботу прошедшую, несколько дней назад, было заявление министра МВД Турции с просьбой возобновления гуманитарных сборов граждан Турции для людей, пострадавших от землетрясения, в том, что не хватает еды, медикаментов, обуви, теплой одежды, то есть все закончилось. Это не вызвало огромную прям бурю возмущения в Твиттере или в Инстаграм. Но я видела перепосты, люди это обсуждались, не взорвалось, но люди остались в стране, ну, не очень довольны этим заявлением. Почему? Потому что весь месяц, не забываем про инфляцию в стране по повышению цен, какие у нас сейчас цены на все, что-то жизнь дорогая, зарплаты не индексируются достаточно для уровня потребительской способности людей, дорогая аренда жилья, дорогие продукты питания, газ, электричество и все прочее. Очень поднялись с января тарифы опять. И вот эта помощь гуманитарная, которая собираются люди, с последних денег это собирали. Вот прошел месяц, и еще дальше у нас просят что-то собирать и отдавать. У людей просто нечем, они не против помогать, но деньги заканчиваются, и не у всех есть возможность уже помогать, и люди бы и рады помочь, но у них уже просто тупо нечем. И сейчас вот эта история еще и с наводнением произошла, и люди, у которых так ничего не было, и они в горе пострадавшие, у них еще больше ничего не стало, потеряли последнее. Конечно же, вся эта история про катаклизмы, гуманитарную катастрофу после землетрясения в стране, все это, естественно, используется в политической борьбе. Официально у нас президент подписал приказ о том, что да, официально 14 мая 2023 года в стране состоятся выборы. Позиция политической партии сейчас какая-то шаткая. Естественно, все, что в стране происходит катаклизм, это влияет на рейтинги ведущей партии, самого президента. Передряги эти оппозиции закончились, они устаканились. Нет никакой реально адекватной статистики опросов сейчас, предположений, кто может победить, за кого люди отдают свои голоса. Все, что сейчас социальное, очень часто в Стамбуле, вы можете, популярно стали видео в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютюбе есть, когда блогеры идут по улице и спрашивают, вы за кого прям конкретно, вы за оппозицию или за президента будете голосовать. Есть видео, где большинство за президента отвечают, есть где-то, где за оппозицию, но честно скажу, если мы берем Стамбул, то это надо смотреть, в каком районе идет опрос, какая социальная категория людей, граждан, то есть это все факторы, которые влияют. То есть перейдешь на другую улицу или на другую площадь, ответы будут абсолютно противоположны, потому что другой социальный слой, другие запросы у людей, кто-то чем-то доволен, кто-то нет, и ответы будут совершенно другие. То есть эта вся история не объективная и не показывает реальную картину происходящего. Уже есть, кстати, арестованные несколько человек у нас, точечно в стране, которые повышали стоимость или обманывали арендой жилья людей, пострадавших от землетрясения. Аферисты, если так можно, да, назвать. Есть пять человек, кого арестовывали за неподъемную арендную плату, то есть в пять раз, условно, они подняли, назвали такие ценники просто от балды, да, как бы, да. И так цены высокие, вообще, представьте, еще в пять раз поднять, потому что люди нуждающиеся, видимо, у этих клиентов были деньги заплатить, не бедные люди, поэтому они решили как бы снять три шкуры максимально. Они обратились в полицию этих риэлторов, если так можно называть, их задержали. Другие моменты были еще, категорию людей тоже задерживали, когда они, в прямом смысле, обманывали, объявления о сдаче давали в интернете, на Сахибиндене, кстати, переговаривались, были переговоры, они взяли тогда с людей 55 тысяч лир, это за первый месяц и два вроде последующих, как-то там они, две семьи объединились, они сняли дом для того, чтобы вместе жить дешевле ренту платить. То есть последних денег, по сути, да, объединили денежки, отдали риэлтору, ни дома, ни денег нет, но тоже его задержали, что он телефон использовал, интернет, в общем, у нас интернет-полиция, киберполиция, в том числе очень хорошо работает, что в интернете очень быстро, буквально за полдня только напиши заявление. В общем, их тоже поймали, будут судить, сроки, кстати, немаленькие хотят давать. Вводится сейчас законопроект, он на рассмотрение в парламенте, от трех до пяти лет уголовная ответственность, срок конкретный за завышение неоправданное цен на аренду жилья, на продукты питания, первые необходимости в случае в стране ЧП ситуации, катаклизм природных явлений, то есть чтобы не завышали цен, да, когда там такси в три раза дороже, когда какое-то ЧП квартиры аренды, когда люди лишились жилья вам задорого снимать, и продукты питания в десять раз дороже, если у вас рядом, не знаю, селим, снесло в магазин, условно. Все только за, конечно, за такой закон, эту историю надо, короче, регулировать, конечно, принимать какие-то меры, потому что если вы как турист думаете, ой, турки, лишь бы туристов обмануть и дурят, вы видите, они дурят и своих, незачем не постоят, это история абсолютно для всех, и да, для туристов, и да, для своих, так что, как говорится, ничего святого у некоторых людей нет, ну, такие люди есть, наверное, везде, в каждой нации, в каждой стране. Как у нас прошло 8 марта в Турции? 8 марта в Турции, как и в основном в мире, это День феминисток, права, борьба женщин за свои права, за место в обществе, тем более Турция мусульманская страна, ведущая религию у нас ислам, поэтому это очень важный праздник именно для женщин. Здесь у нас дарят цветы, обычно шоколад, но не супер какие-то празднования, это не День мамы, потому что у нас есть День матери отдельно, это вот история больше похожа на наш, 8 марта, это День матери, в Турции, а 8 марта День молодых, День прогрессивных, День независимых. И что именно, чем у нас этот день отличился? Тем, что вечером, это всегда стандартно, на 8 марта у нас проходят в крупных городах Турции марши феминисток, у нас феминистическое общество, конечно, из-за борьбы прав женщин. В Стамбуле, в Измире, в Анкаре были шествия, и в этом году они отличались тем, что они были агрессивными более чем раньше. Это, конечно же, сказывается ситуация и политическая, и катаклизмы, и то, что было землетрясение, то есть у людей есть эмоциональный накал. И какой повод происходит, там везде это все выплескивается, прелескивается какое-то недовольство. Марши, они были многочисленные, сотни девушек были, я не скажу прям тысячу, но может по тысячу, я как бы не эксперт, не могу посчитать, официальных каких-то цифр нет. Марши эти запрещены государством. В Стамбуле, в частности, это должно было быть, как всегда, на таксиме, таксим перекрыли полицейские заранее, и женщины пошли по соседней улице. Транспаранты, плакаты и кричалки были такие же, как и на футбольных матчах про правительство, правительство в отставку, женщины идут, мы за нашу свободу, и так далее, так далее, так далее. В Стамбуле прям были стычки с полицейскими, девушки вступали в борьбу, были арестованы, происходило это, ну, вечер, порядка трех-четырех часов, там вся история у нас длилась, но по факту это было. На следующий день все, условно, кто не был арестован, вышли на работу, на улицах убрались и, собственно, как бы дальше зажили. Вообще в Турции протесты – это нормальная история, очень часто люди выходят на митинги. В последнее время, так как идет подавление свободы слова, в митингах, конечно, протестов становится меньше. Раньше, буквально пять лет назад, и по любому поводу вообще люди выходили, прям это было не проблема, а сейчас как бы больше побаиваются. Почему вообще допускается и разрешается какое-то общество феминисток? Ну, блин, наверное, потому что еще есть свобода слова и права у людей, в стране и конституция работает, поэтому здесь есть и профсоюзы, и общество феминисток официальное, и так далее, и так далее. То есть это не запрещено законом, не абсолютно никак, религии в том числе. И напоследок хочу прокомментировать о том, что турецкий геолог, профессор Наджи Герюр, он выдал такую фразу о том, что если будет в Стамбуле землетрясение в Мраморном море, то оно будет приблизительно 9 баллов. Это очень много, это страшно. Даже я, когда это читала, и человек, знаете, такой готовый ко всему уже, у меня это все равно тоже отозвалось, и не скажу, что меня это напугало, прям заставило потревожиться и как-то отреагировать на эту новость. Почему меня это затревожило новость, я ее хочу сейчас озвучить. Это очень весомый человек, который в списке самых влиятельных ученых мира. То есть я к его словам прислушалась. Очень многие люди здесь в Стамбуле сейчас заказали проверку своего жилья за деньги, а есть вариант бесплатно, бесплатно от государства проверка на сейсме устойчивость здания. Здание, построенное 20 лет назад до 1999 года, после 10-9 этажей, то есть высокие. Ну и другие здания, которые пониже и постарше, они тоже туда входят, но они будут на втором плане попозже будут осматривать. То есть в первую очередь это вот такие старые здания и высокие. Можно заказать самостоятельно, скинуться с соседями своими, заказать экспертизу, цену, к сожалению, не знаю, мы этого не делали. Соседи мои делали, но это не супер какие-то огромные деньги. Сказали о том, что да, их здание 7 баллов выстоит. Но по факту в этом акте, документе, который выдается, там не написано, а сколько должно длиться по времени землетрясения в 7,5 баллов. То есть если 20 секунд, оно выстоит, а если 2 минуты, как это было в Хаттае. Так что мы вообще тут в принципе все не ждем никаких сюрпризов особых, готовимся к тому, что может быть. Спасибо вам за внимание. Если кому-то нужна моя консультация психологическая, в инфобоксе под видео моя почта, пишите туда с темой письма консультации. Подписывайтесь на телеграм-канал, который тоже, ссылка находится в инфобоксе под видео, телеграм-канал о самых свежих новостях, актуальных Турции. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.